Всем привет! Особенное спасибо хочу сказать сегодня тем, кто пишет комментарии под моими монологами. Почему особенное? Потому что вы очень часто упоминаете о пластинках, которые есть в моем доме, но которые я не слышал довольно давно. В частности, один из замечательных комментаторов написал мне о пластинке вот этой. Майлз Дэвис «Sketches of Spain» 1960 год. У меня Дэвиса достаточно много, и я не могу сказать, что я каждый день слушаю все его пластинки. У меня разносторонние очень интересы. Но эту пластинку я слушаю примерно, не знаю, раз в год, раз в полтора года. Ну вот мне напомнили, и вчера я провел замечательный вечер. Я убрал все свои дела, лег вот на этот самый диван. И в очередной раз, не буду говорить, что в двадцатый, не буду говорить, что в сотый, ну, пятый, шестой, наверное, раз послушал вот этот альбом «Sketches of Spain». Получил сильнейшее эмоциональное переживание. Не буду говорить, что я получил огромное удовольствие. Огромное удовольствие я получаю, когда слушаю группу The Beatles. А здесь это действительно, я повторюсь, серьезное эмоциональное переживание. Эта музыка настолько, как бы сказать, как сказать, сказать серьезно, это значит ничего не сказать, а наоборот отпугнуть людей. Это такая серьезная музыка, ее надо слушать внимательно. Да ну нафиг, за что я буду еще. Эта музыка, она не заставляет задуматься, опять-таки. Вот она заставляет задуматься, да нафиг, мне надо заставлять себя задумываться. У меня и так есть над чем подумать, да. Она будет, эта музыка, она будет те чувства, которые немножко прижаты, зажаты, накрыты какой-то пленочкой у нас. Потому что иногда и страшно их будить. Страшно их будить даже иногда, да. Ну вот эти чувства пробуждаются. Пробуждаются, когда слушаешь Sketch of Spain. Вспоминаешь свое детство, свою юность, свою зрелость. Вспоминаешь все страшное, что происходит. И происходило вокруг, и на планете Земля вообще. Думаешь о будущем, думаешь о настоящем, сопоставляешь это все. И, конечно, переживаешь так, я бы сказал, глубоко. Я сегодня весь день хожу как... Как-как? Хожу и думаю, да. Как в тумане хожу. Как в тумане. Это когда выпиваешь литр водки, потом на следующий день ходишь как в тумане. Нет, это совершенно другого рода задумчивость. Всем советую, на самом деле. Но повторюсь, что эту пластинку нужно. И вот здесь уместно это слово «нужно». Нужно слушать ее, конечно, отставив все дела и посвятив 50 минут тому, чтобы погрузиться в эту историю. А эта история стоит того, чтобы пожертвовать часом своего свободного времени. Ничего не случится. Майлз Дэвис, я думаю, что не в первый раз услышал музыку Хоакина Родриго, которая здесь аранжирована и исполнена. Здесь это Оранхуэйский концерт, называется произведение. Вторая часть Адажо из Оранхуэйского концерта. Я думаю, что Дэвис, конечно, был знаком с этим произведением, потому что это одно из самых, как многие критики пишут, одно из самых ярких симфонических произведений 20 века. И многие из вас его наверняка слышали, потому что... И Чикаре фрагменты использовал в своем произведении под названием «Спейн». И много кто еще, и Пака де Люсия, и много-много-много и в поп-музыку ушла эта тема, и в симфонической музыке она звучит, на симфонических концертах я имею в виду, периодически. В общем, очень известная тема, очень известная именно эта Адажо. Я-то не специалист в симфонической музыке, просто я то, что слышу, то у меня в памяти и есть. Вот. И, так вот, когда Майлз Дэвис наверняка не в первый раз послушал запись этого концерта, ему пришло в голову, что хочется сыграть самому эту мелодию и вообще часть этого концерта, вот эта самая Адажо. Он обратился к Гиллу Эвансу, своему товарищу, с которым он уже работал до этого. В частности, вот на «Порги энд Бэс» пластинка с Гиллом Эвансом. Это блестящий музыкант, аранжировщик, композитор, организатор. У него очень интересные записи есть, аранжировки бигбендовые Хендрикса и много-много чего еще. Очень интересный композитор, но сложный, но сложный, сразу скажу. Вот. И Гилл Эванс сделал аранжировку, написал аранжировку вот этого Адажо-Рабхуэского концерта, но сказал, что для того, чтобы выпустить альбом, этого будет мало. И он написал тогда еще три произведения – «The Pen Piper», «Саэта» и «Салеа». И взял еще одну вещь Монель де Фалия – «Will of the Wisp». И набралось материала на альбом. Альбом получился удивительный, несмотря на то, что пьесы разных композиторов, в разных, можно сказать, даже жанрах написаны, получился ему удивление цельный, проникнутый одной идеей, одной историей, которая связывает все эти произведения. И, скажу еще раз, вызывает сильнейшее эмоциональное переживание. Сильнейшее. Музыка кажется сложной. Она покажется сложной, если вы поставите пластинку и будете заниматься какими-нибудь делами – читать, писать на компьютере, работать. И будет звучать вот эта музыка. И вам покажут, что это какая-то просто сложная билиберда. Какие-то вроде начинается понятная мелодия. Ну, да-да-да, по нотам там правильно будет звучать уже там, когда поставите. А потом уходит в какие-то то все, то тихо, то громко, то какое-то странное соло на трубе, какое-то ни с того ни с сего в тишине. Потом какие-то взрывы начинаются. Потом какая-то другая тема очень странная. Потом какие-то тональные интервалы вдруг возникают. В общем, очень сложно, непонятно, какой-то авангардизм. И вообще неприятно очень. Но когда вы слушаете внимательно эту штуку, она окажется на удивление простой. На удивление простой в смысле доходчивости. В смысле того, чтобы она проникла к вам в душу, в сознание. Довольно тяжелая история. Довольно тяжелая. Я не знаю. Я ассоциирую все это, конечно, с поствойной. По крайней мере, Хаакин Родриго написал этот концерт. И в частности, вторую часть. Вот эту адажу он написал в 1939 году. И очень многие говорят... Он сам никогда не говорил, что вызвало его, что сподвигло его написать именно вот эту музыку. Он не отвечал на вопросы. Но по словам его жены, по словам близких, наиболее распространенная версия, что это воспоминания о бомбежке города Герника в Испании в 1937 году, когда немецкая авиация разбомбила Гернику, погибло достаточно большое количество людей. И вот воспоминания об этой бомбежке, об уничтожении Герники, предчувствия Второй мировой войны, оно в этом адажу для меня, по крайней мере, я это прямо вижу. Может быть, это и не так. Может быть, в голове у Родриго была другая картинка. Но музыка на то и музыка, что она у каждого человека вызывает разные ассоциации. Эта музыка и отличается от всех остальных видов искусства. Она универсальна. Она для каждого в отдельности своя. И вот эта картина пост-войны, пейзаж после битвы, настолько явно он читается здесь, начинается произведение, вот это адажево начинается. Оно здесь длится 16,5 минут. Можно успеть все продумать, все прочувствовать. Начинается с перкуссии, звон колокольчиков, звон кастаньет, потом начинается главная тема, вот этот запев, который вы все узнаете сразу, когда начнете слушать. И все это в симфоническом ритме, в симфоническом понятии ритма, то есть вот этой пульсации нет. Идет развитие вот этой темы, потом появляется вдруг пульсация, включается контрабас, появляется пульсация такая, как сердцебиение, где-то далеко под темой, под развитием темы. Потом все это уходит, и включается труба, здесь и раньше она начинается, но включается соло трубы, и соло такое, как будто одинокий человек идет по разрушенному, абсолютно опустошенному какому-то пространству. Вспоминает мотив, вспоминает куски вот этой основной темы главной, то, что было когда-то раньше в солнечной Испании, вот эти испанские фразы начальные, начало Адашо, они проскакивают, пропиваются трубой, но уходят сразу, и идут размышления, и потом вдруг крещенда, оркестр, взрыв опять основной темы, но уже она кажется не красивой испанской, такой замечательной, как у Чикокория, о страшной, воспоминанию о вот этой, о уничтоженной красоте. Ноты все те же, вся та же красота осталась, но она уже мертва, и она вот так вот вспыхивает, уходит опять, опять продолжается соло трубы, потом опять эта крещенда, и это, конечно, непередаваемая штука, непередаваемая, это надо просто слушать, и думаешь, боже мой, как же это сделано, насколько это визуально, насколько это страшно, и серьезно, и умно одновременно. В общем, страшно даже об этом говорить. Такая визуализация, такая конкретика в этом есть. такая демонстрация ужаса от вот этой бомбежки, от войны, что просто, ну, нет, ну, ребята, это кошмар. «Will O' The Wisp», следующий номер. «Мы уходим от того, что увидели и услышали, уходим, уходим в раскачку». Мануэль де Фаллия написал такую вот пьесу, она как бы нас уводит от, увела и привела в The Pen Piper пьеса, которая написана Гиллом Эвансом, уже какие-то зачатки блюзов появляются, джазового, хотя играет большой биг-бенд, большой, да не биг-бенд, большой оркестр. Появляются зачатки джазового блюза и вроде как все неплохо, но мы приходим к саэто. А саэто это, вы, наверное, знаете, читали, да, это такая духовная практика, духовное песнопение, когда по улице идет процессия, а на балконе стоит женщина и поет, импровизирует, импровизирует голосом обо всем, об умерших, о погибших, о неродившихся, о том, кто будет рожден, о том, как дальше пойдет жизнь, и, в общем, «Веселого мало» — это такая религиозная, в общем, достаточно серьезная вещь. И надо сказать, что и «Адажево», первая вот эта часть концерта, оно тоже основано на саэте. Вот эти соло Майлса Дэвиса — это та же самая саэта, то же самое пение одинокого человека на фоне оркестра. А здесь, в саэте, вторая пьеса на второй стороне, впрямую начинается оркестр, марш, марш, проходящий по улице, и остается вот эта вот труба, плачущая, плачущий голос женщины одинокой, стоящей на балконе. И Майлс Дэвис импровизировал. Пьеса длится всего пять минут, импровизация Дэвиса. Он говорил, что она меня так вымотала, что я записывал ее с одного дубля, и второй уже сделать не мог, потому что это нужно делать только вот на том подъеме, который у тебя есть, второй раз уже не повторить. Так, уже будет искусственно, будет вымочено, будет написано на ноты, будет все это сухо, и чувство не получится. Здесь это чувство в полный рост есть. И Салея, третий номер, основана на фламенко, но фламенко немножко страшноватая получилась, тоже с длинной импровизацией Дэвиса, и в конце переходящая в какой-то бесовской блюз, чуть-чуть какие-то вспышки, вспышки, вспышки вот этих страшных воспоминаний мелькают. Но потом все успокаивается, и все становится хорошо, пластинка останавливается, мы нажимаем на кнопку, и мир не рухнул. Так что не бойтесь слушать эту штуку, она очень хороша, а я пойду пить и думать, что же делать дальше. Пока.